Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркет, составлять ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря. Китайская статистика, которая была опубликована буквально час назад. По факту тех данных, которые мы увидели, показатель годовой ВВП снизился с 4,7% до 4,6%. Что касается квартальной оценки, то прирост составил 0,9%, прогноз тоже был чуть повыше, 1%. Единственный позитив, такой очевидный, был зафиксирован в промышленном производстве, где в годовом выражении показатель вырос с 4,5% до 5,4%. Мы традиционно сопоставляем макроэкономические отчеты из Китая с тем, что происходит на рынке нефти. И на текущем этапе, учитывая то, что Brent торгуется в районе 74-54%, я очень рад, что вот эти какие-то признаки улучшения экономической конъюнктуры и, соответственно, задел на будущее экономическое восстановление китайской экономики не стали бустом для рынка нефти. Потому что очень хочется здесь еще по этому активу дожать до уровня поддержки 70 долларов за баррель, особенно еще с учетом того, что сантимет не меняется и подсказывает нам о необходимости удержания этих шартовых сделок. Давайте по порядку. Что касается индекса доллара, 103.50. Доллар растет, выигрывая на любом фундаментальном фоне за последние две недели. На любом комментарии чиновников американского регулятора. Сейчас индекс доллара уперся в двухсотдневную скользящую среднюю. Посмотрим, учитывая то, что сегодня практически пустой экономический календарь, будет ли на закрытии пятидневки реакция на этот уровень. Найдут ли продавцы хоть какие-то основания для того, чтобы перехватить инициативу и все-таки спустить индекс американской валюты снова в район 103 понтов. Среди последних новостей, опять же, которые стали бустом для доллара, стоит отметить вот это громкое заявление о Трампе, которое уже разошлось на мемо, относительно тарифной политики. Тарифы – это самое лучшее слово, которое есть в словаре, как отметил Трамп. И при необходимости в отношении тех стран, которые решат отказаться от долларов в своих резервах, будут введены повышенные тарифы. Причем Трамп будет делать это решительно и без каких-либо колебаний, независимо от тесноты торгово-партнерских связей и прочего. Ну, мы знаем то, что это очень похоже на Трампа. Это часть его протекционистской политики, которая направлена на защиту национальных производителей. Но при этом, друзья, если вы, так же, как, наверное, и многие на рынке, сейчас очень высоко оцениваете шансы Трампа занять овальный кабинет и стать следующим президентом США, нужно понимать, что его протекционистская политика на первом этапе действительно может стать очень удачной и неплохой для покупателей американского доллара. Потому что тарифы, о которых он говорит везде и всюду, будут способствовать росту цен на импорт. Это условия и основания для скачка инфляции. Возможно, отказы Федрезерва от мягкой экономической политики. Не буду сейчас говорить о том, что далее знак равно ужесточению монетарной политики. Но все-таки смена мышления американского регулятора может толкнуть еще выше доходности американских облигаций, стать основой и хорошим фундаментом для притока иностранных инвестиций в американскую экономику повторно и оказать поддержку американскому доллару. Да, такой сценарий есть, я не исключаю. Но пока мы только лишь погружаемся в эту предвыборную суету. Очень скоро состоятся американские выборы. Будем следить внимательно за тем, кто же все-таки сможет одержать победу в этой гонке. Сейчас сильно на политической теме я спекулировать бы не хотел. Золото 1710 долларов за тройскую унцию. Риск, друзья, благородное дело. Мы с вами правильно оценили возможность, где можно рискнуть. И решили поставить на рост рынка драгоценных металлов на обновление исторических максимумов. Сегодня я вас поздравляю. Мы на новых исторических максимумах. Золото растет вопреки таким расхожим фундаментальным факторам, которые обычно должны быть якорем и тормозом для развития восходящей динамики. Но я сейчас не буду заниматься глубокопанием в этих фундаментальных отчетах. Работаем с тем, что есть сейчас на рынке. И с тем, что нам подсказывал ранее. Рынчный сантимент о маркетс, указывавший на то, что большинство трейдеров остается в коротких позициях. Поэтому в целом восходящая динамика сохраняется. И я бы, друзья, учитывая, как сильно растет интерес сейчас толпы к коротким позициям и как сокращается доля меньшинства, тех, кто остается в лонговых сделках, предположим, что золото может легко прорваться до отметки 2,750, вероятно, уже даже в рамках текущей торговой сессии. Евро-доллар 1,0838. Вчера пытались спрогнозировать действия Европейского центрального банка. Вроде бы как логично объяснил потенциальные действия ЕЦБ с учетом того, что лучше сохранить выжидательную позицию. Но по факту есть то, что есть. ЕЦБ все же решил, что ставку нужно снизить. С 3,65% до 3,4%. В справедливых заявлениях тоже не было каких-то комментариев относительно того, что темпы смягчения экономической политики будут замедлены. Единственное, что ЕЦБ и Лагард подтвердили, что инфляции остаются высокими. И все, на этом достаточно. Евро, соответственно, оказался под давлением и сейчас торгуется в районе 1,0850. Я, как и вчера, опять же, абсолютно уверен в том, что это недальновидное решение, которое можно было бы отложить на более поздний период. И все-таки считаю, что с продажами европейской валюты уже очень сильно заигрались в последнее время. И должна последовать коррекция, восходящее импульсное движение. Может быть, даже не сегодня, но уже на следующей неделе. Потому что давно она назревала. И трудно, опять же, что-либо сейчас противопоставлять негативным последствиям, с которыми может столкнуться все-таки вот это решение снизить ключевую процентную ставку. Может быть, да, с точки зрения экономической теории мы найдем и позитивные моменты. Но вчера я вам подробно объяснил, почему лучше не сделать это и не осмягчать национальную монетарную политику. Индекс доллара и евро. Доллар абсолютно на 100% коррелирующий между собой активы. В вашем портфеле, друзья, должна быть только одна сделка. Ну, надеюсь, вы это прекрасно понимаете. Доллар канадец 1,38. Буквально два дня назад мы наблюдали за самой продолжительной тенденцией периодом девальвации канадского доллара с 2017 года. Сегодня мы снова наблюдаем за тем, как покупатели вернулись в актив. 1,38 – это не наша долгосрочная цель. Я абсолютно уверен, что пара доберется до отметки 1,40, особенно после последних данных по инфляции. И четкой уверенности в том, что Банк Канады будет агрессивно смягчать национальную монетарную политику. По остальным инструментам также без изменений. Доллар-франк постепенно обновляет локальные максимумы. Ждем движения выше 0,87. S&P 500 – 5,883. Цель – 6 тысяч пунктов неизменно. Биткоин – 67,570. Локальные максимумы допускают, что в эти выходные могут быть интересные сюрпризы. И очень обнадеживающая динамика для покупателей. Целевой ориентир – 70 тысяч. Друзья, не нужно недооценивать эйфорию, которая присутствует на рынке, с каждым шансом, возросшей вероятностью потенциальной победы Трампа на этих выборах. Потому что все ждут реализации всех предвыборных обещаний касательно криптовалютной индустрии, о которых он говорил. И в этом плане президент Трампа для криптоинвесторов, конечно же, имеет куда более позитивные последствия, нежели чем Камал и Харрис. Австралийцы против доллара. Друзья, здесь я рекомендую присмотреться к этой валютной паре. 0,67 – текущие котировки. Мы сейчас работаем с сильным отчетом по рынку труда. Занятость выросла на 64 тысяч. Уровень безработицы остался на отметке 4,1%. Сильный рынок труда – это база для усиления инфляции, о чем ранее говорила Мишель Булок. Поэтому Резервный банк Австралии не будет, в отличие от других центральных банков, смягчать национальную монетарную политику. Вероятность того, что Резервный банк Австралии снизит ставку в этом году – 30%. Я думаю, что она будет ниже через две недели, когда выйдет отчет по квартальной инфляции за третий квартал. И мы еще раз убедимся в том, что Резервный банк Австралии сохранит статус-кво. Поэтому длинные позиции здесь уже можно набирать сейчас с левой отметкой 0,70. Ну и по рынку нефти, я сказал, уже ждем 70 долларов за баррель. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Всем пока!